здравствуйте дорогие зрители моего канала сегодняшнее видео будет видео уроком и покажу я вам как я делаю себе индивидуальные необычные украшения шарфики и так сегодня я покажу как можно легко и просто сделать необычное индивидуальное украшение для себя я порылась своих закромах нашла вот такой вот шарфик у меня много таких но можно и купить специально вот как-то я его не использую но сейчас я покажу как из него можно сделать совершенно потрясающее уникальное модное украшение я купила в h&m нигде нибудь далеко что называется не ходила колечки вот такие вот кольца которые можно носить очень важно чтобы они были как бы одинаковые чтобы не было вот здесь камушка потому что когда они будут крутиться во время носки они будут всегда выглядеть одинаково и так берем эти кольца я купила золотое как бы и серебряное специально потому что сейчас такая тенденция смешение желтого металла белого металла черненого металла и никогда не знаешь какие у тебя там часы будут какая фурнитура у сумки поэтому лучше что называется использовать сразу все и так все очень просто максимально просто посередине мы должны расположить вот эти кольца чтобы они выглядели лучше сделаем так золотистая будет серебряным серебряное золотистым очерненная посередине начинаем это теперь идет серебристая граничит золотистым черненая золотистая и граничит серебряным в принципе они уже сейчас будут красиво смотреться но мы можем придумать еще что-нибудь так вот примерно чтобы это все было по посередине кстати особенно хорошо это все получается на трикотажных шарфиках но вот на таких вот тонких вискозных или шелковых тоже очень красиво смотрится и так в принципе уже красиво но все-таки хочется придать какую-то изюминку и тоже вот я в этим дем купила такой шарик уже усиленный 80 рублей это меньше двух евро сейчас мы его снимем с этой цепочки даже замка нет он такой недорогой что все готово разъединили цепочку снимаем шарик и вот у него вот здесь вот такое колечко и чтобы чаще чтобы была возможность вот менять вот это все можно как бы сделать и замочек но сейчас вот посмотрим как можно сделать вот от какой-нибудь старой бижутерии находим вот такое колечко вот колечко покажу вот такое его нужно ставить вот в это колечко которая прилагается и будем его прикреплять вот к этому к среднему и закрепляем чтобы он уже никуда не делся и вот что у нас получилось вот посмотрите какие еще у меня есть варианты сделанные по этому же принципу вот такой вот трикотажная сетчатый шарфик черный очень универсальный тоже я надела разные колечки присмотрела медальон от старой бижутерии и вот это вот украшение у меня очень универсально его можно носить зимой с чем угодно даже как нарядное если я захочу я могу вот эти штуки все поменять повесить другие и у меня очень много получается разных вариантов украшений следующий шарфик который я хочу показать из этой серии такой вот фиолетовый в этническом в этническом таком звучание да здесь вот такая штучка с какими-то человечками это я в испании покупала вот это я купила в аксессорайз на распродаже тоже очень дешевое было украшение какие-то колечки были навешаны но я его приспособила тоже как шарфик вообще на самом деле можно вот это отрезать вот так вот да здесь закрепить добавить цепочку это будет такое колье очень сейчас модные громоздкие украшения и желательно чтобы они были цветными это тренд сезона еще один вариант украшения из платочка вот возьмем такой шейный платочек очень красивый вот этот у меня из натурального шелка переворачиваем и складываем вот таким образом и теперь тоже я купила такие колечки тоже в h&m серебристый под старинное золото и под состарившиеся золото это же в произвольном таком порядке начинаем сначала серебряный затем со старинное золото снова серебро и снова состаренное золото и так вот распределяем очень уже красиво это все смотрится немножко перекручиваем и завязываем понятно что такое украшение будет только у вас ни у кого больше такого не будет оно будет модным оно будет стильным и очень индивидуальным в принципе сюда не обязательно подвешивать какую-нибудь штуку но если есть желание тоже можно изобразить какую-нибудь подвеску вот у меня тут попадается такая маска из венеции но сюда как-то не очень подходит на самом деле очень много разных вариантов можно какую-нибудь брошку старинную можно какой-нибудь шарик от другой бижутерии но в общем то это в принципе абсолютно бесчисленное количество вариантов это вот у меня такая роза бусина тоже как-то не подходит я бы оставила вот именно эту композицию в таком виде но естественно ее можно как-то изменить и вот когда у вас накопится достаточное количество таких платочков шарфиках шарфиков и вот вот таких вот деталей вы можете к любому наряду себе изобразить любое украшение на самом деле это несложно недорого но всегда выглядит как деталь заявляющая себе которая вас характеризует поэтому я рекомендую обязательно иметь у себя в запасе вот такие кольца следующий вариант такого украшения берем вот шарфик такой вот гранатово-красный или брусничный даже скорее брусничный цвет вот здесь у меня куча колечек которые я периодически покупаю они обычно продаются целой кучей на распродаже в магазинах бижутерии и всегда их можно отследить особенно когда на них скидки ну в произвольном таком вот хаотичным можно сказать варианте вы их надеваете на шарфик ну можно конечно и как-то композицию составить сейчас у меня нету на это времени видео должно быть не длинным как вы знаете ну вот собрали всю эту композицию продеваем вот середине шарфика уже можно увидеть эти колечки ну вот наверное вот это колечко можно считать центральным или нет наверно вот это да вот это колечко будем считать центральным и и вот я уже здесь имею такое колечко и такой вот кулончик с блошиного рынка из Буэносайриса на Буэносайрисском блошином рынке я купила вот этот вот медальон не знала куда его приспособить но допустим сейчас мы его приспособим сюда закрепляем все украшение готово в таких романтичных кораллово-красных тонах и допустим когда вы будете носить эти два кончика шарфа будут свешиваться а это располагаться в зоне декольте понятно что здесь тоже можно менять разные кулоны например можно приспособить брошку старую можно ничего не делать но как вы понимаете чтобы создать свой индивидуальный образ вы должны в общем то просто иметь какие то разные детали от старой бижутерии чтобы компоновать все это надеюсь вам понравились эти мои украшения и вы тоже будете делать что то подобное это это